Девушки отдыхают Скажи, ты можешь узнать, на кого оформлена машина, если я продиктую номер? Конечно, узнаю, сестра А что случилось? Неприятности на дороге? Да нет, нет, не поэтому Диктую Пиши, 16 16? Что? Что? Хорошо, 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 подожди немного, я тебе перезвоню Алло Хулуси, узнай, на чье имя оформлена машина Алло, ты узнал? Да, узнал Вчера она была оформлена на одну очень красивую женщину по имени Мелек Машину только оформили Она выехала только сегодня утром А что случилось? Она не умеет водить? Нет, нет, ладно Спасибо, Зафар Что происходит? Ничего не понимаю В чем дело? Что случилось? Зачем ты снова приехала? Тебе было мало того, что ты устроила в прошлый раз? Ничего не случилось Я пришла поговорить с госпожой Мелек Со мной? Мне интересно, почему мой муж купил вам машину? Этому есть простое объяснение Я разговариваю с госпожой Мелек, госпожа Айча Да что это с вами? Вы все понимаете неверно Мы просто взяли в долг у господина Османа Чтобы купить Мелек машину Только и всего Сами знаете, какая у нас зарплата Банки не выдают кредиты под такие зарплаты Думаю, вы стали отличным гарантом, госпожа Айча Алло? Осман Произошел неприятный Молдов Хочу попросить тебя кое-чем Да Мусти, ты уже вернулся? Ну что? Я был в салоне, где продали машину Что-то нашел? Ничего хорошего Что значит ничего хорошего? Что случилось? Поговорим внутри Ладно, идем Ну Эту машину купил твой зять Что? Как? Который? Ильяс? Нет Тот постарше Осман Пришел в Галилею с двумя девушками Оплатил наличными И оформил машину на одну из них Как ты это узнал? У тебя надежный источник? Сказал сам владелец автосалона Он знаком с твоим зятем Я сказал ему, что провожу расследование относительно машины Вот он все и рассказал со страха Комиссар Нихад ждет вас на совещании Значит, зять Усман купил этой женщине машину Я скоро приду У меня сейчас совещание Успокойся и дождись меня дома Ипек Женушка Ипек Валла Ты наверху? Спокойного дежурства Нашел время устраивать брифинг, комиссар Валла Куда подевалась эта женщина? Ипек Дорогая, что с тобой? Умри Ипек Сестра 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 Что случилось? Я убила его, Зафер Что? Я убила его Постой, постой Постой, постой, сестра Я убила его Кого ты убила? Где? Все, идем, идем Заходи Отец 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 Перестань реветь Где он? На кухне, отец В морозильнике есть мясо? Он жив Вытащите мясо из морозильника Ну чего вы смотрите? Говорю вам, вытащите мясо из морозильника Если он умрет Будешь сидеть 20 лет, госпожа Ипек Попомни меня Поняла? Приди в себя Теперь Слушай меня внимательно Ты услышала крик И вошла в кухню Смотришь, он лежит Когда он резал мясо Нож выскользнул у него из рук И угодил в живот Несчастный случай Поняла? Увидела, как он лежит на полу Он резал мясо Нож выскользнул из рук И попал в живот Несчастный случай Мясо было жесткое Еще не размороженное Нож выскользнул из рук Ты вызвала скорую Потом позвонила Заферу Если не умрет Дальше посмотрим в больнице Сейчас звони в скорую Зафер, набери номер Номер набери, отдай ей Хорошо, отец Нас Здесь не было Папа Мы сейчас уйдем Ты все сделаешь сама Дождешься скорую, поняла? После того, как позвонишь в скорую Позвонишь Заферу И тут же Зафер приедет сюда с полицейскими Зафер, ты потом позвонишь мне Я поеду в больницу С полицейскими Понял Все понятно Он не изменял, папа Так еще бессовестно врал Гулял с этой проституткой Не мили чепуху Ты любишь своего мужа Ты очень любишь своего мужа Тебе понятно? Когда соберется народ Плачь во весь голос Всю ночь дежурь у его изголовья Все время будешь бегать И переживать за него Понятно? Говори, говори Ну давай же, давай Алло Алло Мой муж умирает Скорее приезжайте Адрес Адрес Жилой комплекс Ергюнлер Субтитры сделал DimaTorzok